В воскресенье Светлана Орлова с внезапной проверкой нагрянула на центральный городской рынок. Увиденное на прилавках губернатор не порадовала. Местных продуктов мало, товары просрочены, цены необоснованно высокие. Об этом Орлова рассказала на сегодняшней пресс-конференции. Также она обозначила позитивные моменты в экономике региона и озвучила план по выживанию в условиях кризиса. На этой неделе в регионе создадут антикризисный штаб. Он будет работать в рамках плана, разработанного правительством страны. Об этом сегодня на своей пресс-конференции заявила Светлана Орлова. Штаб возглавлю я сама в области. Мы будем все возникающие проблемы решать. Понятно, что появятся многие, кто захочет и увольнять людей, сокращать и минимизировать риски. Это жизнь, это кризис. Я три кризиса проходила. Поэтому последний кризис я работала в антикризисной комиссии правительства. Поэтому что делать, как делать, мы знаем. Резкого снижения объемов промышленного производства в ближайшие месяцы в регионе не ждут. Есть заводы, загруженные заказами под завязку. Официальный уровень безработицы – 1%. Но если людей будут сокращать, их готовы отправить на переобучение. А что ждет сельское хозяйство, которое и так в долгах, как в шелках? Если вы хотите, чтобы я вам сейчас сказала, что все будет супер, нет, не смогу. По мере будем вести, будем работать, но ни одно предприятие сельскохозяйственное не оставим без внимания. На 1374 гектара больше мы будем сеять сейчас весной. Мы уже проводим работу. Три тепличных комбината мы двигаем. Какие бы там санкции ни были, мы будем делать это. Значит, очень хороший будет цех по переработке продукции в петушках. Это уже у нас будет создаваться добавленная стоимость. Значит, вы знаете, что мы большую работу ведем сейчас по водоемам. Будем разводить рыбу. Как я смеюсь и говорю, все, что двигает, ползает, летает, все, что можно есть, все будем разводить. Вчера губернатор с неожиданной проверкой побывала на центральном рынке. О ее визите заранее не знали ни городские власти, ни продавцы. Светлана Орлова слышала много жалоб на Батуринский рынок. Вот теперь все увидела своими глазами. Она считает, продавцы своих покупателей не уважают. Навести просроченных продуктов, тут же убирать этот картон, где мыши бегают и рассказывают мне, что это не мыши. Продавать грибы, которые замшила, там уже от одного этого гриба, как от 200 грамм водки, наверное, сразу не придешь в себя, понимаете, да? Ну, просто, ну вот меня это возмутило вчера. А еще губернатор провела свой экспресс-анализ ценообразования на рынке. Некоторые продукты необоснованно дороги. Впрочем, такая ситуация и в сетевых магазинах, но тут на людях наживаются перекупщики, считает губернатор. У нас огромное количество морковки в Собинском районе. Она не реализована. В честь чего вдруг морковка поднялась на 50 рублей? Никто объяснить не может. Перекупщики, прокладки. Отодвигаем сейчас, реализацию делаем напрямую. По рыбе, если у нас все получится, то мы сделаем вот этот хаб большой у нас, сухой порт. И вся рыба тогда с Дальнего Востока, она будет у нас перегружаться. Будут мощнейшие складские помещения. Здесь мы тоже немножко выиграем. Журналисты предложили властям следить и по мере силы регулировать цены не только на продукты питания, но и на бытовую химию. Это тоже первая необходимость. А еще Светлана Орлова признала, что общий уровень жизни в связи с кризисом у жителей региона снизится. Но ненамного. Магазинам власти настойчиво рекомендуют раз в неделю устраивать социальные дни, в которые продукты можно будет купить подешевле.